очагов тв представляет здравствуйте очень хорошо вашими молитвами о чем сидите о чем общаетесь здесь политики о войне какой войне между россией и украиной ой блять говорите ну хватит уже вот об этом блять каждый хватит твоего из какого города есть 3 а вот так это вам близкая самая тема у вас там склад с боеприпасами 3 30 тысяч тонн взорвали а вы говорите хватит это только начало хватит вы будете говорить когда все ваши войска вы видите с территории украины и будете торговаться чтобы поменьше репараций платить вот это будет может хватит ни хрена еще 100 миллиардов к той сумме и тогда будет хватит а дальше а дальше пиво холодное у меня тоже пиво холодное уже смотри ты знаешь путин ядерную доктрину поменял да ты слышал там неделю назад не вижу но могу тебе рассказать он сказал что мы сейчас давайте можем нанести ядерный удар если будет ну там перечислял чем том числе он сказал там большим к массовым этим самым количеством большим количеством беспилотных летательных аппаратов ну то есть там дронов беспилотников прошлой ночью 125 беспилотников по вашим пяти областям ударили пока не никаких ядерных этих самых что-то нет не получается что случилось а в делал саварфюрер нет я думаю что когда-нибудь это красная линия придет и просто ебнут тихо не ругайся матом да много раз уже переходили она превращалась в коричневую много у вас сзади уже столько коричневых линий где вы оботрались какие нафиг красные линии нет не баллистического не ругайся матом ты умеешь без мата разговаривать вот смотри значит тактическое ядерное оружие уже более 40 лет не проверялась в россии но еще с советского союза никто не знает в каком она состоянии там надо менять плутоний надо менять сейчас проверить скоро это все проверяют огромными средствами и много лет на это должно уйти и что там пришел заглянул о плесени нету мышки всего 2 они целый рой там в ракетах завелись а давай запускаем да нет конечно чего это все намного сложнее ну может быть но извините пожалуйста если что там будет не так ради бога слушай вас из из вам нужны извинения разве какие вы страна фашистская вы понимаете только грубую силу вот вы еще получаете по мордам блин а то что вы там машете вот этой примерной ядерной дубинкой уже мир не впечатляет как ты думаешь сколько вам еще времени понадобится чтобы выгнать иностранные войска курской области сколько лет ну я думаю еще месяцок а хочу ну месяц но месяцок хватит почему месяцок уже блин скоро два месяца будет почему еще месяцок они брали недели сейчас а какие тенденции прослеживаются что ты сделал такое заключение что месяцок есть какие-то потому что потихонечку потихонечку что начинают выгонять нет не начинают тебя обманули сейчас как раз наоборот украинские войска вас там берут в окружении вашу контрнаступательного группу я сегодня в телеграме читал а что за телеграм ваши ваши эти самые говнометы что ли в этом телеграме подаляку знаете подаляка самый большой говномет ваш он же врет постоянно его на лжи уже ловили просто на нас сотни раз вот юрий подаляка балабол юрий подаляка балабол знаю такого вот вчера я писал смотрите я прочитаю вот давай дословно читать можно дословно почитать почитай конечно если недолго то не долго нет так где сейчас это новости а вот курдское направление утра 29 0 9 так читая причем прервали по моему мнению наши части которые уже несколько дней ведут активные боевые действия по вытеснению группировки противника на гушакова за линию госграницы нами были очищены окрестности населенного пункта медвежьево а также был выбит враг из населенного пункта октябрьская а вчера из обуховки это населено южнее веселого таким же образом здесь под контролем в ссу остался лишь все он пункт новый путь и здесь также сюда за организован ахова нашего пола полностью решили противника снабжения что безо всякого штурма противника сам оказаться на границе одновременно с этим утром наши части пошли на штурм ольховки ольговки то есть по состоянию на сейчас противник из нее выбит и если не организует удачной контратаки что позволит нам здесь и заметно выравнить свою очередь линию фронта а еще отбросить высу от корнеева и деблокировать наш гарнизон кремяной и создать посылки для освобождения любимовки значит он блокирован ваш гарнизон вы пытались с контратаку идти а украинцева с другой стороны отрезали блокировали ваш гарнизон и сейчас что-то там пыжитесь пытаетесь его деблокировать тем более подоляки верить себя не уважать он говорит одно завтра противоположное потом вообще какую-то хрень несет надо смотреть конкретно вот есть deep state карта знаешь deep state карты нет вот эта компания она она четко дает вот куда продвижение войск каждый день на карте и ты смотришь что находится под контролем ваших захватчиков и ты увидишь что там до завершения того чтобы выгнать украинские войска вам там и не пахнет и не светит даже близко украинские войска во многих они украинские войска сейчас владеют около 100 населенным пунктами ваш 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 около 100 населенных пунктов под контролем в ссу находятся а вы за один там боретесь и то неизвестно чем это заканчивается действительно я я с тобой согласен я слушаю я я с тобой согласен мне тоже пофигу чем больше ваших населенных пунктов под контролем в ссу тем лучше совершенно все давай пошел я дальше давай 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 а ему пофигу блин классно блин мне понравилось а мне пофигу так а мне что не пофигу мне тем более пофигу нет меня не пофигу не надо чтоб как можно больше вашей территории там же на очереди смотрите по его курской области там брянская область там белгородская область увы совы же там непаханное поле деятельности и возможностей главное очень много вот так вот такие дела друзья а эти что делать до новых встреч пока и и и и и и и